Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами виноградарство понятно и доступно. Сегодня мы с вами продолжаем тему нормировки винограда, но также поговорим о некоторых особенностях подвязки с учетом этого сезона. Видите, как получилось, что где-то померзло, а где-то что-то осталось. И чтобы нагрузить куст, мы с одной стороны много всего оставляем, а с другой стороны у нас получается вот так. На некоторых кустах, где я могла, я еще взяла просто лозы. У кладовой стрелки перевязала. Но здесь пока получается так, и я не буду выламываться. Я часть побегов здесь, вот этих, я не подвязывала. Они чуть подрастут, вот они наклонены в ту сторону, просто идут на ту плоскость. Таким образом мы и куст нагрузим. Ну и, в общем-то, немножко дадим этим побегам свободу. Мы подвязываем вот такими проволочками. Можно топинером, кому чем удобно. Проволочками быстро, топинерами быстро. Все остальное, всякие там веревочки, колготки. Ну, потом осенью проблемно все-то снимать. Ну, тут же каждый сам выбирает, да, что ему удобно. Прошла примерно неделя-полторы. Побеги несколько подросли. Обращаю внимание, что они все практически одинаковой длины. Они все хорошо развиваются. Но там густо, а на передней плоскости она у нас свободна. Поэтому сейчас мы их будем разделять. Ну, пока получилось вот так. То есть, пока эти побеги небольшие. Поэтому они, конечно, тут не особо смотрятся. Но затем они переходят на эту плоскость. И получается, что мы куст нагружаем. И шпалеру занимаем. И все у нас хорошо. Ну, вот эту шпалеру я вам пару минут назад показывала. Сейчас все подросло. И смотрите, тоже получается, что здесь у нас довольно пустовато. А здесь густовато. И еще есть нюанс. Вот здесь у нас галант. Он померз. И его надо нагружать. То есть, эти побеги обязательно надо оставить, чтобы у костик все-таки была у него нагрузка. Ну, вот опять же, вот бросится сюда. Вот, просится сюда. И все. Там мы уже получаем более-менее нормальное расстояние. Вот этот просится сюда. И вот это, кстати, галант. То есть, он нам нужен. Его нужно сохранить. А вот этот побег, в принципе, там густо. И это уже ядвига. У меня нагрузка хорошая. Вот его можно проломать. То есть, здесь и нюансы подвязки. Мы разводим на разной плоскости. Ну, понятно, что если у нас есть такая возможность, раз, второе, по нормировке, ну, уже кажется, да, как бы и кустыш надо нагрузить. И вроде побеги здесь более-менее все такие неплохие. Но если мы видим, что у нас, ну, совсем густо, вот, вот, совсем нам мешает, да, выбираем, поскольку у нас здесь вот идет перехлёст разных сортов, то мы выбираем первое, как бы, убрать тот сорт, у которого побегов много. А второе, просто выбираем, ну, вот, вместе с огущением, как бы, самое худшее. Да, они вроде все хорошие, но все равно кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Поэтому берем, ну, вот, вот, галант. Хоть он тут вот, вот это тоже его побег. Он хороший, большой. Но мне надо галант нагружать. Поэтому я галанта побег оставляю. А вот, вот, едвига, вот, ее побег я уберу, потому что он мне здесь мешает. Ну, еще вот здесь немножечко покажу. Тоже получается, что вот та плоскость уцелела, это больше пострадало. И в некоторых случаях, это уже замещающие пошли. Ядвига галюнаса, замещающие, смотрите, уже какие, довольно большие и с урожаем. Но на той плоскости они в два раза больше и тоже с урожаем. То есть, опять же, что мы делаем? Мы убираем то, что слабее. Лучше мы уберем замещающую, маленькую, а большой побег с той плоскости переведем сюда. Чем мы там уберем хороший большой побег, а здесь будем растить маленький. И да, для кого-то может казаться, что это лес, но мы кусты нагружаем, мы оставляем между побегами. Примерно 10-15 сантиметров. И, в общем-то, все у нас, как правило, нормально созревает и вызревает. Смотрите, вот этот кустик прям классический пример для нормировки. С одной стороны, вот, его побеги, да, сколько там, ну, сантиметров по 70. Вот их два. Дальше там просто вымерзло. Уже пошли вон замещающие почки. Да, ну, вот, они такие большие, хорошие. А вторая сторона, да, вторая плодовая стрелка. Здесь вот, смотрите, прямо четко видно. Большие и маленькие. Вот прям, ну, видно-видно очень хорошо. Вот побеги, которые уже до второй проволоки доросли, да, вот это хорошие побеги, да. И видим те, кто вот, ну, прям совсем явно отстает, особенно, особенно, вот обратите внимание, вот там, на концах. Вообще, вот такие вот маленькие побеги на концах, их смело можно сразу убирать, потому что это говорит о том, что там уже проводимость слабая. Напоминаю, что у нас есть такое явление у винограда, как полярность. Я не помню, как она там называется, по-моему, фронтальная. Я ее называю горизонтальной. То есть, когда крайние побеги на лозе растут более мощно. Здесь видим, да, что крайние побеги на лозе растут вообще, вообще никак. И вот их сохранять точно не следует. То есть, их убираем сразу. Вот еще здесь был маленький побег. Я убрала, то есть, вот, для сравнения, да, что я выломала. Теперь начинаем смотреть дальше по кусту. Вот у нас привязан на проволоку. То есть, вообще, вообще, в идеале при нашей формировке нам надо было бы примерно вот этот побег оставить на плодоношение. То есть, задумка была какая. Вот здесь у нас остается плодовая стрелка на следующий год. И плодоносит все, что там дальше. Но оно не вызрело, подмерзло, да, как со второй стороны. И уже такая картинка не получается. Поэтому, понятно, что ниже мы выламывать не будем. Но, опять же, четко прослеживается. Смотрите. Вот, большие побеги. Вот этот маленький. Убираем маленький. Дальше. Кто у нас тут еще? Сюда немножко камеру повернем. Здесь тоже, смотрите. Ну, вот этот, ну, маленький. Вот по сравнению с остальными. Маленький. Убираем. Вот этот. Ну, тоже он, ну, маленький. Единственное, что, есть нюанс. То есть, по-хорошему я бы его тоже убрала. Но, смотрите, вот этот куст, я не знаю, в каком порядке я буду выкладывать видео. В общем, у него здесь было увядание. Было увядание, почему там жабки подрыли. И была проблема. Сейчас все восстановилось, но, ну, кто знает, да? И вот увядание было вот-вот досюда. Вот это было нормально, да, да, а дальше уже не качало. Поэтому пока что вот это я оставлю и понаблюдаю, посмотрю. Ну, мы идем дальше. Вот, как бы раз хороший побег, да, вот этот, вот этот он у нас маловат, но он как бы очень так вот удачно расположен на плодовую стрелку. Пока что мы его оставим, а вот этот, вот этот мы уберем. Так, вот этот уберем. И вот этот крайний тоже все убрали. Немножко куст разгрузили. Что касается другой стороны. Здесь у нас, как бы, все хорошо. Смотрите, уже пасынки пошли, да, такие вообще классные-классные побеги. Ну, вот двойник здесь есть. Вот у этого побега есть двойник, мы его в данном случае убираем. Нам куст и так видно, что он, ну, не то что перегружен, но нагрузка для него нормальная. Поэтому двойничок убираем. И пока на этом останавливаемся. Скорее всего, что, конечно, мы потом вот это вот все замещающее тоже поубираем. Кусту третий год. И поэтому нагрузки на него здесь, ну, может быть, достаточно. Часто вы задаете вопрос, сколько побегов оставлять. Для какого-то сорта или на какой-то год. Здесь, понимаете, нет какого-то вот универсальной формулы. Даже если вы почитаете описание каким-то сортам, то эти описания, они были составлены институтами при конкретной формировке, при конкретной нагрузке, при конкретной плотности посадки. Все, у вас может расти все по-другому. У вас может быть просто другая почва. И один куст может тянуть, ну, допустим, во взрослом состоянии, 40 побегов, да, 40 глазков. А другой даже 10 может не тянуть, потому что он будет слабенький. Поэтому мы всегда наблюдаем и смотрим, не опираясь на какие-то цифры. В некоторых случаях слабых кустов, у слабых кустов мы вообще можем оставить и два побега. Вот, пример, рядышком мускат мадзони сидит ровненько такого же возраста. Здесь все садилось, ну, в один год. И здесь сидит вот раз, два, три, четыре и двойничок. Ну, в общем-то, пять побегов. Разницу видим, да, у того порядка десятки, ну, и, в принципе, так более-менее он тянет. А этот, ну, он не жирует. Вот это, для начала лета, это абсолютно нормальный рост. Даже можно было чуть больше. То есть, понимаете, вот количество побегов, да, это примерно, вот, как я у вас спрошу, а сколько котлет вы едите? Да, кто-то скажет одну, потому что у них дома готовят очень большие котлеты с ладошку. Да, кто-то скажет пять. И пять только потому, что котлетки маленькие. Да, сколько котлет вы едите на обед после супа, и сколько котлет вы съедите вечером, когда вы целый день не кушали и пришли голодный-голодный. Да, опять же, понимаете разницу. И члены вашей семьи, они тоже едят разное количество котлет. Точно так же с виноградом. То есть, тут нет единой какой-то формулы. Мы наблюдаем и смотрим, как у нас растение себя ведет, как оно растет, развивается. И тогда уже принимаем решение, сколько ему оставлять. Ну, идем как бы. То есть, сначала убираем немножко, наблюдаем, потом еще немножко, потом еще немножко. И в этом сезоне есть еще один очень важный нюанс. То есть, вот то, что я вам сейчас показала, в принципе, классическая схема. Да, и можно было бы еще чуть-чуть подразгрузить правую сторону. Например, убрать вот этот побег. Да, и в принципе, даже вот этот. И было бы достаточно. Вот по тому состоянию, как сегодня куст развивается. Ну, я вам уже, во-первых, сказала, да, что у нас дальше было увядание. Поэтому те побеги, мало ли, под вопросом, мы оставляем здесь запас. И еще один очень важный нюанс этого сезона. Погодные условия, да, днем тепло, но очень холодные ночи. Просто катастрофически холодные ночи. 4 градуса, ну, это ни о чем. И еще как бы есть вероятность каких-то легких заморозков на почве. Из-за этого растения растут не так хорошо, как надо было бы. Более того, стоит засуха. У нас пожароопасная обстановка, у нас запрет на посещение лесов. У нас все время там МЧС и гидромедцентр объявляют уровни опасности, потому что очень сухо. Просто нереально сухо. И засуха совместно с такими низкими ночными температурами она тормозит рост. А сейчас кое-кто, вот если вы там не поливаете, если вы никаких мер не предпринимаете, вы можете увидеть, что ваши кусты вообще стоят на месте. Но при наступлении тепла, при том, как пойдут дожди, лозы могут очень сильно пойти в рост. То есть имейте это в виду. И именно поэтому я сейчас не спешу вот очень сильно вот эту часть проламывать. Еще немножко подождем. Вот если будет видно еще недели через две, что вот эти побеги, да, вот они примерно стоят на месте, либо подросли чуть-чуть. Все, мы будем разгружать дальше. Если увидим, что они хорошо пойдут в рост, ну, значит, замечательно. То есть вообще эталон для этого времени имеет вот такие побеги. Тем более, что куст сильно рослый. Оно даже видно по прошлому году. Смотрите, расстояние между кустами 3 метра. И вот там вот видим, где заканчивается лоза. Она вызрела вот настолько. То есть почти на 3 метра она вызрела. И даже я ее по весне там чуть-чуть обрезала. То есть куст сильно рослый. Поэтому вот это для него, вот такая картинка должна быть для этого времени. А не вот такая. Но повторю, что у него были проблемы. Да, ему не хватало влаги. Вплоть до увядания. Поэтому я не спешу. Вот прям сильно-сильно проломалась. Вот сейчас немножко проломала. Ждем тепла. Поливаем. Наблюдаем. Если видим такой же ступор, разгружаем дальше. Видим, пошло в рост. Ну, очень хорошо. Обязательно учитывайте погодные условия. Ну, это очень важный момент. Вот еще пример. Это кустик Пинануар. Тут, конечно, тоже очень такая большая разбежка в побегах. Но здесь даже вообще так интересно, что... Как бы вроде они не особо слабенькие. Кто-то, я бы даже сказала, что немножко поджировывает. А кто-то не очень. Ну, ввиду неблагоприятных погодных условий, я пока что Пинануар не нормирую. Я пока хочу понаблюдать, посмотреть, как что будет развиваться. И тогда уже. Но, опять же, кусту третий год. И видите, у нас одна плодовая стрелка и фактически один рукав. Ну, вот так получилось. Вот так он вырос. Вот здесь внизу специально оставлены два побега на то, чтобы их отрастить. Ну, как второй рукав, как третий. И смотрите, да, они небольшие. Но все равно что-то с них добудет. Будут небольшие, значит, обрежем коротко на две почки. И будет а-ля сучок замещения. То есть тут вариантов много. Но вот этот побег без ничего. А вот и этот побег с гроздочкой. Не знаю, видно ли будет. Потому что мелко. Так вот. Наша задача вырастить этот побег. А не получить с него урожай. Поэтому здесь гроздочку мы убираем. И, в принципе, смотрите, на некоторых кустах слаборослых. Пока что вот видим, что непонятный какой-то рост. Непонятно, как они развиваются. При этом там бывает, что прям все усыпано урожаем. Вот даже ходить далеко не надо. Это Ронда. Вот. Смотрите, маленькие побеги. Вот. Совсем маленькие. Они все с гроздями. Все. Просто каждый. Это вообще, я не знаю. Ронда – это какой-то монстр. Просто-просто на всем. На двойниках урожай. На... Вот здесь вот, смотрите. Это пасынок. Вот плодовая стрелка. Это пасынок. И на нем, на каждом побеге, на каждом урожай. Это реально какой-то монстр и самоубийца. И вот тоже он частично у нас здесь подмерз по весне. И сейчас, конечно, очень такой большой соблазн все-таки постараться максимально зеленую массу сохранить. И вот в таком случае, вот, с таких побегов, тем более здесь, смотрите, три грозди. Три и уронда грозди хорошие. То есть мы просто убираем вот эти грозди. Вот еще на такой стадии мы разгружаем и смотрим. Если побеги, ну, начинают хорошо расти, зеленая масса нам нужна. Я всегда об этом говорю. То есть, если они нормально растут, если это не совсем какие-то вот такие дистрофики отстающие, то зеленая масса нам нужна. Поэтому можно вот пройтись. Ну, вот этот пока еще не нормировали. Здесь надо сесть немножко подумать, как что делать. Но таких кустов у нас несколько. Не таких, правда, плодовитых. Вот. Поэтому можно пройтись и на небольших побегах. Особенно, опять же, вот мы понимаем, что там у нас дальше, ну, нечего оставлять на плодоношение. На следующий год, то есть мы будем расти, ну, например, вот из этого побега плодовую стрелку. Значит, мы ее разгрузим. Все, все грозди отсюда уберем. И пусть растет. В классике, в классике, опять же, когда у нас все хорошо, смело можно оставлять на плодоношение те побеги, которые с гроздями. Это никак не сказывается. Но вот в таком случае, когда мы видим, что куст, и так он тут выпустил просто массу всего, и мы видим разношерстность. Вот. Вот это уже нормальные побеги, да, они до второй с половиной проволоки доросли. А там малыши. То, конечно, вот таких малышей мы разгрузим. Ну, и лишнее тоже уберем. Здесь, на самом деле, убирать есть чего. Конечно, всегда надо делать поправку на состояние своих лоз, на ваш климат, ваш регион и все остальное. И еще сейчас стоит, вот, я уже говорила, сухая погода. Плюс только недавно прошли холодные ночи. Вот чуть-чуть потеплело. И вполне вероятно, что даже слабые побеги сейчас могут, ну, если вот дать им полив, плюс тепло, активно пойти в рост. Поэтому мы не спешим. То есть мы убираем пока что вот самую-самую густоту. Потом подходим к кусту, видим, как развивается. Сейчас все будет вообще очень быстро. Буквально там за неделю уже будет видно, кто растет, кто не растет. И таким образом будем постепенно, если будет на то необходимость, убирать лишнее. Не обязательно это делать все сразу. Можно делать постепенно. Так проще, так лучше, так понятнее. Опять же, да, если вот есть своя внутренняя жаба, которой очень хочется оставить все, то вот понаблюдали недельку, видим, побеги не растут. Значит, надо убирать. Куст сигнализирует об этом. Главное просто его услышать. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом. Нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч.